Сегодня в Гомеле прошел суместный семинар громадских объединений инвалидов с архитекторами и забудовщиками. Мета с встречи, пройти до огольного разумения понятия инвалидности, ка при дальнейшей забудове, уличывались потребы людей с обмежованными махчимостями. Специалисты галейной архитектуры и будовництва, а так само проектировщики, отрымали информацию о проблемах у перемещения маломобильных грамадзян. Представники громадского объединения инвалидов рассказали про особливости створения умов безбарьерного осяродя для людей с порушениями опорно-рухального аппарата, слыху и зроку. Закронули так само и пытание укоронения концепции универсального дизайна при распроцессе проектной документации объектов городской инфраструктуры. Существует сейчас концепция универсального дизайна. Это говорит о чем? Чтобы не надо делать на сегодняшний день что-то для инвалидов только, отдельно. Надо делать все так и проектировать, и строить, чтобы удобно было для всех людей. Создание условий безбарьерной среды для тотально слепых имеет свое определенное новшество. А новшество – это тактильная плитка предупреждающая и тактильная плитка направляющая. И чтобы, допустим, прийти на нужный объект, необходимо и электронный речевой информатор, который издает своеобразный стук сердца, куда идет инвалид по зрению, и к самой двери заходит в то учреждение, куда ему надо. Продолжение следует...